42 тысячи автомобилей было зарегистрировано в Анапе в 2004 году. Прошло 12 лет и транспортных средств с местными номерами стало почти в два раза больше. 76 тысяч. Прибавьте к этому еще 16 тысяч машин в сутки, на которых в Анапу приезжают отдыхающие. И проблемы безопасности дорожного движения, что возникают каждое лето, для вас станут очевидны. Улица Кати Соловьяновой. Карета скорой помощи с тяжело больным в салоне едва проезжает между автомобилями, которые, откровенно говоря, брошены под знаками. Спецсигналы и проблесковые маячки тут не помогут. Остается только маневрировать, чтобы ненароком не стать виновником ДТП. Мы опаздываем на вызовы. Врачи, фильтры не могут подойти, машины поставят, не подъедешь, ничего. Исторически сложившаяся застройка города узкие улочки. Как проехать спецтранспорту, когда правит бал хамство и безнаказанность? Дорога узкая. Строилась она, как пожарный проезд столовой санатория Анапа. То есть она не принадлежит для такого движения. Вот вы видите. Мы, мало того, машины на нашем участке бросают люди. Бросают торговые работники, бросают отдыхающие. Для того, чтобы этого не случалось, мы три года добивались установки знаков. Стоянка запрещена. Остановка запрещена. Знаки поставили. Вот уже второй год стоят эти знаки. Установили таблички. Работает эвакуатор. Буквально зимой таблички стоят. Как наступает лето. Кто-то таблички снимает. Машины ставят. Мы звоним. Приезжает служба. Устанавливает новые таблички. Работает эвакуатор. Через два-три дня эти таблички опять снимают. И так продолжается уже второй год подряд. Ну а дальше вы сами все видите. Скорая помощь выехать не может. Спецавтохозяйство проехать с трудом. Сейчас повезло. Вот здесь никто не стоит. Обычно здесь все заставлено машинами. Когда здесь работал регулярный эвакуатор, они здесь себя обозначали раз в два-три дня. Все тихо, спокойно. Никто не паркует. Все знают. Машину заберут. Теперь табличек нет. Эвакуатор сюда не заезжает. Вот они паркуют. Года два назад здесь был временный пост. Стоял от роты ДПС патрульный автомобиль. Прямо вот здесь на углу, на перекрестке. И все было хорошо. Никто посторонний сюда не ехал. Но было спокойнее. Вот и пешеходам на улице Горького покой только снится. Такое интенсивное автомобильное движение увидишь не на любой улице нашего города. Обычные машины и со спецсигналами. Тут же мамы с колясками и велосипедисты. В обеденное время перекресток гудит, как улей. Что касается конкретно данного перекрестка, то мне кажется, здесь должна быть ответственность самих работников ГИБДД. Потому что даже вот сейчас, если мы можем посмотреть, они пропускают людей, которые не пристегнуты ремнем безопасности. Они пропускают людей, которые заезжают под знак. То есть, ну, понимаете, здесь какое-то избирательство. То есть, одних пропускают, других не пропускают. С одними знакомы, другими не знакомы. Анапчане ратуют за то, чтобы запретить любое движение по Горького. Это улица курортная, поэтому здесь машинам вообще не место. Вот отведены велосипедные дорожки. Пожалуйста, велосипеды пусть ездят. А машинам здесь ездить вообще не нужно. Кроме этого, близко улица Гребенская, там санаторий Анапа. Там пенсионеры, эти инвалиды, колясочники, спинальники. Вот для них эта улица и для курортников. Глава Анапы Сергей Сергеев поддерживает инициативу жителей и предлагает вынести этот вопрос на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения. Есть два предложения по безопасности. Перекрыть улицу Горького. И принудительно блоками перекрыть вот здесь проезд. Вон у них есть альтернатива завоза продуктов с той стороны. Есть? Да. Нет, сказка, она и завозит оттуда. Я же тебе о чем и говорю. Альтернатива есть? Есть. А это пешеходная зона полностью. Знаками оборудован. Тут изучить надо, как ездить. Иначе полевомойка с утра, а целый день вот эти вот блатные катаются со скоростью света. Закрыть и запретить не цель. Безопасность жителей и гостей курорта – вот что должно быть первостепенной задачей. Ключевая мысль, которая звучит у тех, кто действительно стремится решить транспортные проблемы в Анапе – это идти единым фронтом. Там, где это возможно совершенствовать инфраструктуру, где этой возможности нет – пользоваться своими полномочиями, а не искать новые смыслы в законах и правилах. За неделю в отдел ГИБДД по городу Анапе администрация направляет порядка 50 обращений с просьбой принять меры к нарушителям правил остановки и стоянки. Ответ главного государственного инспектора вызывает откровенное недоумение. В конце концов, 608-й, давайте 608-й. Есть ответственные у нас? Я готов самые строгие меры принять, но мы работать должны бок о бок. В конечном итоге, вы посмотрите вечером сейчас, после совещания, выйдите на Самбурово, выйдите на Шевченко. Под знаками остановка запрещена, сплошная стоянка. А если это там автомобиль с взрывчаткой нашпивован и ждет своего часа, когда там сотня человек на перекрестке соберется, чтобы перейти через дорогу под разрешенный сигнал светофора, это кто тогда будет писать кому и куда? Все должны делать круглые сутки, обеспечивать безопасность нахождения на территории как наших жителей, так и в первую очередь отдыхающих и особенно детей. Восточный рынок – еще одна точка на карте Анапы, где пробки растягиваются на километры с обеих сторон. Одно из решений – регулирование пешеходных потоков. На эту тему блогеры снимают свои сюжеты. Вот теперь результат, результат, когда стоит, когда стоит. Вот красавчик, видишь, и пошла вся лавина, пошла. Вот такое накопительного действия, примитивный светофор накопительного действия. Автомобилисты с народными репортерами согласны. Ну, как сезон здесь, да. А с чем проблема? Я думаю, что работники ГАИ иногда должны сами подключаться и регулировать так физически. Спетофора нет, пешеходы, видите, пешеходник идет. Они же рынок, когда хотят, когда идут, поэтому надо регулировать более своевременно, ГАИ подходить и подключаться с работы. Другое решение – пресечь несанкционированную стоянку на улице солдатских матерей. Впрочем, машины под запрещающими знаками вообще уже перестали быть предметом для внимания страж дорог. Витязева, как насмешка над правилами дорожного движения. Практически полупустая платная парковка, а рядом заставленная автомобилями проезжая часть. Укомплектован в достаточной мере. Такой ответ из главного управления МВД России по Краснодарскому краю пришел в администрацию Анапы на просьбу придать отделу ГИБДД дополнительные силы в высокий сезон. Значит, нужна только добрая воля руководителя ведомства, чтобы совместно с городскими властями, если не ликвидировать полностью, то снять остроту транспортных проблем.